ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Правительство страны одобряет ужесточение наказания за повторное пьяное вождение. Поправки вскоре рассмотрит Госдума. Речь идет о случаях, когда водитель уже был судим за алкогольный рецидив. В случае принятия изменений нарушителю будет грозить штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. ТРАССА СТО ОДИН Автомобили дорожают, многие россияне волей-неволей прощаются с мыслью о новом авто. Между тем, продажи новых легковушек в нашей стране за первые три месяца этого года сократились почти на 3%. А ведь дилеры связывали большие надежды с 2021 годом. Дескать, наверстаем упущенное в прошлом пандемийном году. Самой популярной по-прежнему остается «Лада Гранта», серебро у «Киарио», бронза у «Лада Веста». Также в пятерке лидеров «Хёнде Крета» и «Хёнде Солярис». ТРАССА СТО ОДИН В Москве в ближайшее время собираются запустить проект «Народный каршеринг». Суть его в том, что автовладельцы смогут сдавать свои машины в аренду на срок, пока им самим колеса не нужны. Ранее власти столицы обещали проследить за тем, чтобы это не превратилось для кого-то в способ заработка. То есть отношения должны быть только между физическими лицами. Но участников проекта не будут распространяться льготы, предусмотренные для традиционного каршеринга. Например, имеется в виду бесплатная парковка. ТРАССА СТО ОДИН Ниссан Кашкай и Ниссан Экстрейл, выпускаемые в России, обзавелись автопилотом первого уровня. Это значит, что автомобиль может самостоятельно ускоряться и замедляться в зависимости от трафика, держать дистанцию до впереди идущего авто, не выезжать за пределы занимаемой полосы. Система адаптирована для нашей страны. В ходе испытаний машины преодолели более 30 тысяч километров. Добавлю, что стоимость Кашкай сейчас начинается от полутора миллионов рублей. Стартовый ценник Икстрейл почти миллион девятьсот. ТРАССА СТО ОДИН Кроссоверы Opel Crossland назначили рублевую стоимость. Минимум один миллион семьсот тысяч. Машина похожа на Opel Mokka нового поколения. Оснащается она 110-сильным бензиновым мотором объемом один и два литра. Трансмиссия шестиступенчатый автомат. В списке опций есть проекционный дисплей, система контроля усталости водителя, мониторинг слепых зон, панорамная камера заднего вида. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова